Очень хорошо, что нам предоставилась возможность поработать, вызванная паузой сборных, игры сборных национальных. Поэтому в этом отношении, конечно, не так было много времени, чтобы все-таки оценить функциональное состояние. Мы постарались медицинские показатели учитывать, анализы определенные провели. Ну и, конечно, они показали, что нам вот в этот отрезок времени хорошо, что предоставилась возможность поработать, все-таки поднять немного кондиции наши физические, в принципе, чем мы и занимаемся сейчас. Именно вот по этим сборам видно, что вы делаете упорно силовую выносливость футболистов. Как вы восполняете пробелы, которые были раньше? Да нет, я бы не сказал пробелы. Когда мы попросили все-таки медицинский штаб предоставить информацию по состоянию футболистов, и мы сейчас видим, что не хватает немного нам кондиции для того, чтобы, скажем так, играть на протяжении 90 минут в хорошем темпе. Поэтому, да, мы два матча провели, довольно успешно второй матч, к сожалению, первый не получилось. Но сейчас, еще раз говорю, мы за счет работы хотим поднять наши кондиции. Ну а вы довольны работать к тому отношению, как игроки проявляют себя на тренировках? Конечно, любая работа вот такая кропотливая, где делается упор на физическую подготовку, конечно, футболисты не любят ее переносить, скажем так, да, она тяжелая, такая монотонная работа. Но, тем не менее, я вижу, что ребята стойко переносят эти нагрузки. В целом, как бы у меня никаких нареканий нету к ним. Сегодня последний день трансферного окна. Сегодня он закрывается. Из команды ушли Карасев и Удалый. Мы приобрели защитника Самарыча. Можете прокомментировать? Да, к сожалению, это неотъемлемый процесс жизни любого коллектива спортивного. Кто-то приходит, кто-то уходит. Поэтому это все делается для того, чтобы команда стала лучше, команда стала сильнее. Здесь мы учитываем не только интересы команды, конечно, интересы команды это в первую очередь, да. Но и мы по-человечески стараемся тем ребятам, которые уходят от нас, каким-то образом помочь трудоустроиться, чтобы они не оказались, скажем так, за бортом футбольной деятельности на данном этапе. Поэтому, да, мы отдали в аренду и Карасева, и Удалова для того, чтобы они имели игровую практику и все-таки получали удовольствие от игры, а не находились, скажем так, в состоянии в таком, когда они проводят большую часть на скамейке запасных. Поэтому с этих соображений принято такое решение. Что касается приобретений, то, да, Самаржич – это опытный центральный защитник, ему 30 лет, словенец, который поиграл в довольно успешных клубах, такие как Шериф Молдова, который постоянно в Еврокубках участвует, да. В последнее время он играл в Турции в одном из лидеров турецкого чемпионата. Был в хорватской Риеке, которая также является одним из лидеров хорватского футбола, национального первенца. Поэтому это довольно опытный футболист, и мы пристально следили за ним, я лично его посмотрел, да, и он произвел приятное впечатление. Но самый главный критерий, почему склонились к его сторону, это то, что он сейчас в игровом тонусе находится, и, в принципе, он готов прямо сейчас уже выступать за нашу команду. Сколько команды еще дней в режиме двухразовых тренировок будет заниматься? Я думаю, что мы уже заканчиваем нашу такую усиленную подготовку. Дело в том, что завтра у нас уже одноразовое занятие, и сегодня, в принципе, было одно занятие, просто мы его, скажем так, увеличили в объеме, потому что мы хотели разделить, чтобы утреннее было занятие и вечернее по времени хотели сократить и разделить на два занятия. Но, учитывая вчерашнюю работу, которую мы проделали большой объем, я решил, принял решение сегодня все-таки сделать более объемную тренировку, но одну. Поэтому завтра у нас также одноразовое занятие, а послезавтра мы сыграем контрольный матч с нашей Анжи-2, с нашим фарм-клубом, который обладает определенным подбором хороших футболистов, молодых ребят, которые имеют возраст 20-21 год, и, в принципе, они сегодня уже где-то готовы стучаться в двери главной команды. И мне, как тренеру, тоже очень интересно и познакомиться с этими ребятами с Анжи-2, чтобы, может быть, рассмотреть кого-то из них по рекомендациям тренерского штаба, которые работали со второй командой, и воочию увидеть, на что они способны. Ну и плюс, конечно, самый главный вопрос – это наши игровые направления, то, над чем мы поработали вот эти дни, все-таки в этой контрольной игре реализовать на футбольном поле.